Глубоко уважаемые члены президента, глубоко уважаемые коллеги, рада вам представить и большая честь для меня представить вам доклад, темой которой является многоэтапная креодеструкция местно распространенного плоскоклеточного рака кожи. Актуальность выбранной темы обусловлена высокой распространенностью плоскоклеточного рака кожи среди населения, при том, что показатели смертности при плоскоклеточном раке кожи схожи с таковыми показателями при меланоме, хотя меланома является более агрессивной опухоли, но менее распространенной при этом. На данном этапе развития, обладая такими высокоточными диагностическими методами и возможностью прецизионного пункционного оборудования, возможно, мы можем улучшить результаты лечения плоскоклеточного рака кожи с применением различных методов криогенных технологий. Из известной литературы мы знаем много авторов, которые описывали и рассказывали о лечении рака кожи. Но среди всех представленных работ очень малая часть из них описывает криогенное лечение плоскоклеточного рака кожи. Также мы видим из имеющихся рекомендаций, что НССН, что ЭСМА, что наших АОР, о том, что криогенные технологии нашли место в лечении начальных стадий плоскоклеточного рака кожи, а также тогда, когда основные методы, такие как хирургическое лечение и лучевая терапия, невыполнимы у данных пациентов, тогда мы можем применять криогенные технологии в лечении. Останавливаясь на многоэтапной криодеструкции, есть ряда авторов, которые разделились именно на этапную и фракционную криодеструкцию опухолей кожи. В основном все авторы применяли данные методики при поражении кожи лица и волосястой части головы, вообще головы и шеи. Первую данную методику этапной криодеструкции предложил Закарян в 1985 году. Я описал ее как в тех случаях, когда мы не можем полноценно убрать всю опухолевую массу одномомента, мы вынуждены ее убирать с захвата по краям, разбивая опухоль по различным сегментам и с захватом здоровых тканей, начиная от периферии к центру, идет опухолевое уменьшение. Также эту методику описали Олбрайт и Куфлик. Далее Гонзальвас описывал другую методику фракционной криодеструкции. Больше он ее применял для переорбитальной области, тогда когда этапная криодеструкция приводила к опущению и подтягиванию нижнего века в рубец. Для избежания этого дефекта, который требует пластического вмешательства после лечения, он начал применять чуть-чуть другую методику, даже не чуть-чуть, существенно другую методику, которая отличалась тем, что замещение опухолевой ткани начиналось с центра. То есть первый этап криодеструкции начинался с центра. Тогда таким образом у нас, как представлено на втором рисунке, дефект сокращался, что не приводило к подтягиванию нижнего века. И на первом рисунке представлена вся суть этапной криодеструкции, когда мы начинаем с краев опухолевого поражения, с захвата здоровой ткани, как это предусмотрено при традиционной хирургической технике, и заканчиваем тем, когда остается у нас маленький участок опухолевой ткани и доводим последним этапом уже как радикальную криодеструкцию. В нашем исследовании участвовали 8 пациентов с местно распространенной формой. Что мы принимали за местную распространенную форму плоскоклеточного рака кожи? Это поражение, соответствующее классификации ТНМ по первичной распространенной опухоли, критерию Т3 соответствовало. Таких пациентов у нас было 8 с локализацией не только на голове шеи, а даже, можно сказать, больше на других участках тела человека. На лице было всего лишь у нас 2 пациента, на туловище 3, промежность 1 пациент и нижняя конечность 2 пациента. У нас применялись при обычной, при достаточно типичной форме локализации опухоли, применялся аппликационный метод. На данном слайде представлен клинический случай лечения пациента. Все пациенты нашей группы были старше 80 лет, и в связи с сопутствующей патологией и другими ограничивающими факторами им было невозможно приведение к традиционному хирургическому или лучевому лечению. Данный пациент 87 лет, и его хороший косметический дефект достигнутый через полгода после проведенного лечения. На данном слайде представлено лечение пациентки 85 лет с распространенным опухолевым поражением подскоклечным раком кожи, кожи спины, и клинический эффект через 3 года. Спрей-режим, методика орошения опухоли спреем, применялось тогда, когда мы не могли аппликационно достигнуть достаточного уровня адгезии, а соответственно радикальности, применялись тканевые сорбенты у нас для усиления локального воздействия и большего промораживания в глубину. На данном слайде представлен клинический случай лечения пациентки 86 лет с плоскоклечным поражением кожи, возникшим на послеожоговом рубце, и формирование рубца через 8 месяцев после проведенного многоэтапного лечения. Также у нас применялась функционная технология, когда мы не могли достигнуть глубоких участков опухоли без излишнего повреждения покровных тканей. Нами применялась медицинская криотерапевтическая система с диаметром зондов 1,5-3 мм. На данном этапе представлен один из этапов планирования, МРТ-планирования многоэтапной криодеструкции и сам, соответственно, этап криодеструкции с введенными зондами и температурным контролем самой манипуляции. Исходы лечения у нас получились, как бы это, конечно, не странно было, но сходные с хирургическим лечением абсолютно по всем параметрам в группе местно распространенного лечения. Местный рецидив из 8 пациентов у нас был у 3 пациентов как в группе криогенного лечения, так и в группе хирургического лечения. Поражение лимфатических узлов отмечалось в группе криогенного лечения через 23 месяца после проведенного, после окончания всего лечения и в группе хирургического лечения через 9 месяцев. Оба эти случая закончились генерализацией процесса прогрессирования и смертью от прогрессирования плоскоклеточного рака кожи. Также в нашем исследовании была выделена отдельно группа палеотивного лечения, когда мы не рассчитывали на радикальность манипуляций и использовались многоэтапной техникой для циторедукции, для гемостаза, для повышения качества жизни самой тяжелой категории больных. В этой группе у нас было также 8 пациентов с распространением по всему телу опухолевого поражения. На данном слайде представлено клиническое лечение пациентки 83-х лет с распадающейся опухоли. Она поступила в стационар города с кровотечением, которое было очень сложно купировать. И внизу представлено изображение пациентки через 2 недели после первого проведенного лечения. Отмечается циторедукция опухолей и гемостаза. Больше кровотечения после первого лечения у нас не отмечалось. Также снижение болевого синдрома, что улучшило ее качество жизни. Но, к сожалению, не сказалось на продолжительности. Были осложнения по сопутствующей патологии. Для данной группы мы выбрали группу сравнения схожих пациентов, которые могли бы получить палиативную криодеструкцию, но проходилось только симптоматическое лечение в хосписе. И следует отметить, что разница между группами при помощи палиативной криодеструкции была в том, что врачами хосписа во всех случаях сходных пациентов тех же локализаций и той же распространенности процесса причиной смерти послужила раковая интоксикация, тогда как в такое прогрессирование основного заболевания послужило причиной смерти только у одного пациента в группе палиативной криодеструкции. У всех остальных причиной смерти были осложнения сопутствующих заболеваний. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.